Радиокнига памяти Девятые годы Добрый день Здравствуйте Поздравляю вас и ваших коллег С очередным юбилеем В конце передачи мы договорились Оставим немножко времени Для того, чтобы вы какие-то слова поздравительные Могли сказать своим коллегам И бывшим, и действующим Сразу же прошу перенестись В 96-й год Когда вы возглавили аналитическую лабораторию Хотя вот вы сейчас До начала записи сказали Что как таковой лаборатории-то и не было в то время 24 года назад Не было А что было? Что вы увидели? Что вам передали в видение? Небольшую предысторию Я могу сообщить Что я на химкомбинате проработал С 59-го года И по 90-м На всем известном Чепецком химкомбинате На химкомбинате проработал До 96-го года Последние годы работал На совместном предприятии К сожалению Оно распалось Я тогда Знаю Сергея Киселева Был знаком с ним Я пришел и сказал Сережа Нет ли у тебя какой-нибудь работы? Это в каком году вы пришли? В 96-м Вот тогда В 96-м году пришел Он сказал Мне нужно Организовать лабораторию Если ты согласен То приходи И с этого началась Так наша деятельность Совместная То есть я Образование, ваши навыки Ваш опыт позволяли Да Занять эту должность Возглавить эту работу Да Хотя в лаборатории Я раньше не занимался И было В принципе Тем более нефтепродуктами Это было далеко Не моя так сказать Специфика Вот И получилось так Что Не было Не помещения Лаборатории Не было персонала Не было оборудования То есть пока это все На уровне идеи было Да Это было Лаборатория Голое место На нефтебазе Пришел к Селёв Сказал Вот это здание Будешь его Оборудовать Под лабораторию Значит поедешь В русский турек Это где-то Ужумский район Там да Я прекрасно знаю Это место Я оттуда родом Ну в смысле Из Ужумского района Да В русском туреке Там была нефтебаза Была Вот Но она Туда привезли Октановую установку Для принятия Октановых чисел Но ее даже не разбирали Она так В собранном виде Лежала Новая Не пользована Абсолютно новая Не использована Ну вот Сергей Ее значит Приобрел И говорил Вот мы Будем устанавливать И будем работать Определять Октановые числа И так далее Вот это Началась моя работа Это сколько времени Ушло Вот с момента Предложения Вам Возглавить Лабораторию Создать ее И до начала Запуска Этой установки Прям в том же 96 году Это все произошло Или попозже По-моему Месяца два Не больше Ничего себе То есть мы Интересно Как раз Я Первого октября Пришел Значит Первого октября На работу Ага Меня с завода Уволили Первого октября Ой Тридцать первого Тридцатого Там Сентября Первого октября Я уже был Оформлен Чапец Ничего В общем Не прогуливали Нет Стаж Не прерывал И сразу Моментально Киселев дает Машину Поехали За установкой Привезли Сюда Значит Помещение Уже было Сделали Установили Фундамент Начали Устанавливать И установку Начали налаживать Чем непосредственно Еще раз Поясните Вот таким Простым языком Чем начали заниматься Благодаря этой установке Определением качества Определением Октанового числа Октанового числа То есть бензин Должен быть Ну Загласно Наших требований На тот момент Был 76 92 Выше до 92 Еще не было Или был уже По-моему Не было Не было Попозднее уже Вот И наши гости Вот Ну Обычно говорят Что вот Допуски Обычные Значит Там Бензин 92 Плюс-минус Там 0,5 Это как бы Отклонение Допустимое Отклонение В бензинах Нет такого Есть только Верхнее отклонение В верхнюю сторону Сколько угодно А в нижнюю нет Ого То есть не ниже 92 Должно быть И это до сих пор Это требование действует Это все абсолютно Я не знал Да интересно Вот А выше пожалуйста Там хоть Ты сколько Если тебе не жалко На заводе Изготавливай Хоть авиационный керосин Продавай Под видом 92 Вот такие Были требования Поэтому мы Четко определяли Электронное число Вот такое Такое Влазит норма Значит влазит Не влазит Значит А часто Бывало Что не вылазило Понимаете Здесь Ну мы Речь то ведем О том топливе Которое привезли Да Которое закупили У нефтеперерабатывающего Предприятия Здесь как бы идет Тройной контроль Качество бензина Так Поясните Значит приходит К нам Поступает бензин По железной дороге В цистерны Пока я Не сделал Анализ Этого бензина Я не даю Разрешение На слив его В емкость На хранение На территории Нефтебаза На нефтебазу Вот мы сделали Качество Удовлетворительно Даем разрешение И там Это все сливается Ну цистерна Приходит Ночью И в любое время Дня и ночи Вот И поэтому Там Дается определенное Время На слив Этого продукта А остальное Время Уже Как Простой И штрафы За простой Цистерна На нефтебазе Медлить нельзя Это все По карману бьет Да Это все должно быть Четко организовано Ну Сперва Конечно Вообще В Советском Союзе Были Жесткие требования Качеству Везде Начинать С производителя И они перетекли Да В Российскую Федерацию Ну они перетекли Но потом Стали послабления Разрешили Технические условия То есть Вместо ГОСТов Еще были Технические условия Начали Каждый там Свои условия Какие-то Организовывал То есть Начались послабления И поэтому Поступило Указание Что каждая Нефтебаза Должна иметь Лабораторию Лаборатории В принципе Не везде были В Советском Союзе То есть Не было Такого требования Что каждая Нефтебаза Должна Иметь Свой исследовательский Центр И вот Здесь Поэтому пришлось Организовывать Его И контролировать Качество Поступающего Продукта Сперва Потому что Ну Видимо Послабления Везде Были Допущены На заводах И везде И поэтому Могли приходить Продукты Несоответствующего Качества Значит Это было Требование Что мы Проводим Этот контроль Затем Мы его Сливаем В емкость Когда Обязательно Должна быть Не одна Емкость То есть В одну Мы принимаем Железнодорожную Цистерну Сливаем А во второй Емкости Выдаем На заправки Бензин Бензовозы Заправляем Которые приезжают Бензовозы То есть Мы убедились Заполнили емкость И берем Анализ Уже Со всей емкости Анализируем Его И выдаем Паспорт На эту емкость Мы должны С каждым Бензовозом Выдавать Паспорт Качество Пакет Документов Который Идет На конкретную АЗС Это ясно Это уже Второй Контроль Мы контролируем Прибытие Хранение И отправку Уже На заправки Ну на заправках Тоже свои Работают люди Человеческий фактор Там могут Смешать Перемешать Или принять Или Намухливать Что-то Поэтому Осуществляется Еще контроль Заправок Мы ежемесячно Ежемесячно Значит С каждой Емкости На заправках Да Отбираем Пробы Возим их В лабораторию И анализируем Соответствуют Они качеству И не соответствуют И вот судя По практике Все в порядке Да Если только На конкретную ТЗС Как объектов Более близких Конечному потребителю Да Конечно Тут мы Не можем Усединить Постоянно Потому что Бензин Продается Доводится Новый Вот Поэтому Сразу принимается Мера Закрывается Заправка И Емкости Освобождаются Такие Такие Случаи Были Ну По Лаборатории Что Да Как оснащалась Постепенно Лаборатория Все делалось По вашему Указанию То есть Вы разрабатывали Вот что нужно Покупать Что нужно Приобретать И доводили Это до руководства Это есть требования Я понимаю Вы читаете Все эти регламенты И вы говорите Начальству Что нам надо Вот соответствовать Нет Это Это Как говорится В тех структурах Где я работал Там был Отдел Снабжение Отдел Да У нас нет Было отделов У нас нет отделов Часто Предприятие Наше Самому На себя Надо брать Ответственность Самому Надо думать Начальником И Снабженцем И ремонтником И бог знает Кем я не был Все в одном лице Потому что Вот я Мне Дали Лабораторию Я должен Ее наладить И Организовать Работу Так Чтобы Она Выполняла Свои функции Естественно И потом Уже Я Значит Начали Смонтировали Установочку Потом Еще Приняли Лаборанта Девушку Которая Остальные Там Анализы Какие Мы Могли Делать Потому что Не оборудована Лаборатория Что Могли То Делали То есть Октаново Число Делали Там Удельный Вес Делали Там Плотность Прочее Все Это Определяли Требования Повышались Повышались И Улучшение И Развитие И Ужесточение Всяких Правил И Все Это Надо Было Внедрять В Лаборатории Ну Так Вот Сейчас Спустя Многие Годы С высоты Лет На это Все Взглянуть Получалось В общем и Целом Соответствовать Я так Понимаю Других Вариантов Не было Если Хочешь Жить И Работать То Надо Соответствовать Приходилось Успевать Дело В том Мы Не просто Взяли Создали Делом Сидим Мы Должны Были Оттестовать Лабораторию Аттестация Лаборатории Занималась Кировский Центр Стандартизации Метрологии Ну Это Наша Известная Структура Которая Сотрудничает Со всеми Предприятиями Да Вот Они Смотрели Как Оборудована Лаборатория Какие Анализы Мы можем Выполнять И давали Что Лаборатория Оттестована Без Аттестации У нас Никто С нами Разговаривать Не будет А вот Кстати В беседе С Сергеем Николаевичем Киселевым Да С которым Уже Была Программа Он говорил Что Там Есть Какие-то Нюансы Я конечно Не допонялся Досконально Аккредитация И аттестация Это вроде Как Разные Вещи И вот Ваша Лаборатория Она вообще Уникальна В этом отношении У нас В регионе Поясните О чем Речь То есть Я уже говорил Что для каждой Нефтебазы Должна быть Испытательная Лаборатория Оттестованная Оттестованная То есть Оттестация Лаборатории Проводил Метрологический Центр Он смотрел На возможность Выполнения Лаборатории Того Перечня Анализов Которые Были Необходимы Заложены В документах Возможности А не Саму Так сказать Качество Что ли Выполнения Этих Анализов Они это Не проверяли Вот Оборудованная Лаборатория Все Метрологические Контроли Они осуществляют Все приборы Должны быть Метрологически Проверены Соответствуют Требованиям Правильно ли Они измеряют Да все ли Хорошо Если у тебя Персонал На все это Вот Это Оттестованная Лаборатория А Аккредитованная Лаборатория Проводит уже Центр Аккредитации В Москве Вот Они к нам Выезжали Проводили Аккредитацию Аккредитация Лаборатории Позволяет Уже Выдать Сертификат На продукцию То есть Этистованная Лаборатория Не может Это сделать Аккредитованная Может Выдать Уже Сертификат Сертифицировать Какую-то продукцию Ну давайте Представим Такую ситуацию Что было более-менее Понятно Там предположим Какая-то там Компания Решила продавать Нефтепродукты Она естественно Не может их продать Если у нее нет документов Она будет нарушать закон И вы И вы только Да Можете ей Выдать этот документ И благодаря которым Если мы аккредитованы Значит Аккредитована Лаборатория Не соответствует Все извините Все ясно Ясно Дальше значит Мы еще Мы участвовали Мы В Приволжском округе В нашем Лаборатории Таких было Ну Аккредитованных Так Казань Этот По-моему Лукоил Казань То есть Мы Мы Участвовали С течением И насколько это грозит сейчас? По вашим оценкам, как специалист? Минутка, чтобы вам ответить, потому что времени не так много. 10 лет уже не занимаюсь одним, поэтому очень трудно. Вот в 90-е, в нулевые и дальше. Понимаете, там все дело касается финансы. То есть бизнес основан в том, чтобы получать максимальную прибыль. Вот, и поэтому все старались как-то применять какие-то добавки, присадки, чтобы повысить тяново в число, за счет этого, значит, продать дороже. Более такой, с охотничным, были определенные добавки, которые мы добавляли. Их тоже, ну, москвичи там на одна фирма нам снабжала добавкой, например, вот я занимался. И в 76-м мы делали 92-й. Но добавки-то легальные, это все, в любом случае, да, это не... Нет, они легальные были. Да-да-да. Вот, оттуда приходили они. И там, ну, мы были связаны с одним институтом, который занимался альфопродуктами московским. Они, значит, выдавали нам рецепт применения этих добавок. То есть, было определенное количество добавки на бензин, на 76-й. И должен получиться 92-й. Есть... Получался? Не всегда. Не всегда. Он не всегда, во-первых, получался. И получалось, что? Я не анализирую продукцию, и не получается 92-й. Я, значит, увеличиваю количество этой прибавки, присадки, да? А она стоит деньги. И получается, что нет смысла делать самому, потому что купить будет столько денег, сколько я потрачу потом. Как в народе говорят, шкурка выделки не стоит. Шкурка выделки не стоит. Да, да. Поэтому эти добавки, они потом себя изжили. Юрий Васильевич, я понимаю прекрасно, что мы можем и с вами продолжить этот интересный разговор. Но, к сожалению, время нашей передачи подходит к концу. Мы договаривались, что несколько слов приятных вы хотели адресовать в честь 40-летней компании своим коллегам. Уважаемые коллеги и работники компании «Чапецнефтепродукты». Разрешите поздравить вас с юбилеем, пожелать дальнейших успехов в работе, двигаться вперед, как велит название компании «Движение». И не застревать на полпути, быть всегда впереди. Еще раз хочу пожелать вам успехов, успехов и успехов. Спасибо за внимание. Спасибо. Я благодарю Юрия Панкратова, начальника аналитической лаборатории компании «Чапецкнефтепродукт» с 1996 по 2009 годы. Вам тоже всего хорошего. Не падать духом, что называется, в наше непростое время здоровья и всего доброго. До свидания. До свидания. Радиокнига памяти.